Здравствуйте! В итоговой информационной программе «Взгляд с высоты» поговорим о главных событиях уходящей недели. Предвыборная борьба за голоса избирателей набирает обороты. И не только в ходе встреч, но и в судебных заседаниях. Среди претендентов на депутатские кресла есть уже первые потери. Из предвыборной гонки по решению суда выбыл кандидат по Кировскому одномодатному округу номер 18 Дмитрий Крылов. Оппонентом Дмитрия Вадимовича выступил его конкурент, однофамилец Александр Крылов. Суд решил, что Дмитрий Крылов должен был лично подписать и подать финансовый отчет в окружную избирательную комиссию. Однако эти обязанности он переложил на своего полномочного. Сам Крылов считает нарушения несущественными и заявил о намерении обжаловать решение суда и в эмоциях на судебных слушаниях. Господин Крылов себе не отказывал. Да, были направлены силы на то, чтобы фальсифицировать результаты и не допустить меня до выборов. Вот это мы сейчас подтверждаем. Уважаемый суд, за короткое время в мой адрес прозвучало, что я малограмотный и все остальные нормальные, то есть я ненормальный. Я прошу вас сделать замечание. Я же не слышал, что вы ненормальный, а то, что вы малограмотный, да. К слову, Дмитрию Крылову помешала стать кандидатом депутата Ублдумы такая же ошибка, которая в 2013 году преградила путь в Ублдуму подруге советницы экс-губернатора Волгоградской области Баженова. Параллели с предвыборной кампанией прошлого года провел представитель Александра Крылова. Там были основания такие, что финансовый отчет был подписан не ей и представлен не ею. С этого момента это очень похожая ситуация, но у нас все-таки право не прецедентное, а тема право континентальное. Она основана на законе, а не на прецеденте. Отбился пока от политического противника кандидат по избирательному округу Красноармейского района номер 19 Александр Потапов. Легитимность участия в выборах депутата Ублдумы, бывшего ЛДПРовца, а ныне кандидата от Единой России, оспаривал бывший и настоящий коммунист, а сегодня член партии Родина Алексей Ульянов. Где бы еще встретились эти партийные перекати поле, как ни в Волгоградском областном суде. Правда, очной ставки не случилось. Действующий парламентарий Потапов в суд не явился. Но решение суда оказалось в пользу Потапова. Правда, Ульянов намерен обжаловать решение суда. Плюс к этому в производстве областной инстанции находится пока без движения еще одно заявление бывшего настоящего коммуниста с несколько иной формулировкой исковых требований. Между тем, разрешился спор между двумя другими соперниками. В борьбе за мандат депутата по округу номер 15 Дзержинского района Волгограда, Волгоградский областной суд по заявлению кандидата от Родины Галины Егоровой отменил регистрацию кандидатом в депутаты облдумы Алексея Зверева, избранного в городскую думу от «Единой России». Правда, региональный парламент он пытался штурмовать уже от «Справедливой России». Вот ведь как подводит порой ветренность. Галине Егоровой, кстати, удалось выбить из предвыборной гонки и другого конкурента по своему округу. Суд удовлетворил ее заявление об отмене регистрации кандидата в облдуму от ЛДПР Светланы Осиповой на основании нарушений требований к заполнению поданных документов. Вполне, кстати, вероятно, что список кандидатов с учетом тренда на судебные тяжбы может поредеть еще больше. В том числе, кстати, и благодаря фильтру территориальных избиркомов. Так, Волжский ТИК сократил на несколько человек список кандидатов в областную думу, среди которых оказались и те, кто имел или имеет проблемы с законом. Комиссия не допустила до регистрации двух кандидатов по избирательному округу номер 10, Романа Ткачева и Евгения Пыльнева, за недостоверные сведения в подписных листах. Пыльнев известен над тем, что в 80-х был осужден за хищение госсобственности, а Ткачеву только предстоит в самое ближайшее время выслушать приговор по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении более миллиона рублей. Всего на нынешних выборах в регионе, включая сельских, примут участие около 40 кандидатов, имевших когда-либо судимость, в том числе, кстати, и за тяжкие преступления. Ну, как говорится, выбор выборами, а жители Волгоградской области волнуют в первую очередь вопросы хлеба насущного и, в частности, что мы будем есть и особенно за какую цену. Введение правительством в России запрета на ввоз некоторых категорий продуктов из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, сегодня обсуждается на уровне рядовых потребителей и в среде волгоградских производителей, а также рестораторов. Для России это, в принципе, не страшно. Маленькая Польша обеспечивает Россию, у нас все местные помидоры цепличные. Впрочем, ценовые колебания уже случились. На импортную продукцию цены повысились просто нереально. Ну, например, мы грибы торговали 130 рублей, сейчас уже закупка 160, мы торгуем их 200 рублей. Так же и на фруктах вот у девочек, так же, на все. Ну, наша продукция, наоборот, сейчас у нас дешевеет. Да ладно бы шампиньоны, но можно ли обеспечить долгосрочную страховку от роста цен на другие отечественные продукты? Именно этой теме было посвящено заседание рабочей группы по импортозамещению, которое прошло в правительстве Волгоградской области с участием представителей сетевых торговых компаний. Сетевикам настоятельно рекомендовали не взвинчивать цены на товары. Бизнес никто кошмарить не будет, не собирается, не для этого мы здесь собрались. Но если вдруг кто ослушается и начнет работать по-своему, я вас предупреждаю, ощутит всю силу власти на себе лично и потом на компании. Между тем, как говорится, уговоры и даже предупреждения к бизнесу не пришьешь. Волгоградские производители, на которых сегодня взирают с надеждой, мол, вот они-то нам и помогут, они-то нам быстренько заменят импортные баклажаны на отечественные, сегодня также оценивают сложившуюся ситуацию. И, конечно же, на первый план выходит прагматика и точные расчеты. Взгляд, руководителя торговой сети Радиш Юрия Сударева на эту проблему тем интересен, что его предприятие не только торгует чужими продуктами, но и производит свои. И импортным, зачастую безвкусным овощам многие покупатели давно уже предпочитают огурчики и помидорчики, выращенные в теплицах овощевода. Но вот вопрос, может ли предприятие не только увеличить объем выращиваемых овощей, но и разнообразить их ассортимент. Например, заняться возведением того же перца или цветной капусты, чтобы они присутствовали на магазинах полках круглогодично. Надо раньше было это начинать. Понимаете, невозможно бизнес, вот, так сказать, мы вчера овощи, там, 40% закупали импортных, а на следующий год возьмем все. Конечно, я готов так заявлять, но по факту это невозможно. Для того, чтобы построить тепличный комплекс, надо два года, надо составить бизнес-план, надо банку доказать, что ты, это твой бизнес-план состоятельный, чтобы он тебе поверил, дал деньги, вот, и потом спроектировать и построить. Это два года. Это оптимистичные сроки. Вопрос поддержки своих волнует руководство компании «Царь Продукт», одного из крупнейших производителей колбасных, молочных и кондитерских продуктов, работающих в основном на собственном сырье. Сегодня компания могла бы освоить три крупных инвестпроекта, в том числе, кстати, и расширить поголовье свиней, однако эти планы осуществить довольно сложно, в том числе из-за проблемы получения относительно недорогих, так называемых, долгих кредитов и долгов бюджетов различных уровней по субсидированию. Другими словами, одного горячего желания увидеть стремительный взлет местных производителей явно недостаточно, и без помощи государственных структур здесь никак не обойтись. Но если со своими отечественными продуктами мы еще как-то разберемся, то вот некоторым видам импортной еды замену в ассортименте отечественных производителей найти будет трудно. Речь идет, в частности, о ресторанах, которые специализируются на европейской кухне, например, пиццериях, основу блюд которых составляет в числе и сыры, непроизводимые в России. Пиццерии и пепперони не скрывают, что крайне огорчены запретом на ввоз в Россию некоторых европейских продуктов, без которых, считает шеф-повар Иван, итальянская пицца перестанет быть таковой. К сожалению, в России у нас нечем заменить, нет альтернативы этим сырам, нет колбасы. То есть мы еще не умеем готовить по таким рецептам. Поэтому мы еще не знаем, что это будет, что будет с итальянскими ресторанами, французскими. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Ну, у нас много итальянских продуктов, то есть мука, сыр, колбасы все. Это все Италия. Конечно, можно сказать, что проблемы пиццерии сегодня не являются главными, но есть еще один нюанс. Заведение общепита – это тот же самый малый бизнес, о необходимости поддержки которого сегодня много говорят. И хочется надеяться, что выход из ситуации предприниматели найдут вместе с властью. И в заключение. Приближается любимый всеми волгоградцами праздник – День города. Царицыну Сталинграду Волгограду исполняется 425 лет. И вновь, как и ранее, эту дату мы будем, скорее всего, отмечать без наших главных символов – герба и флага, которые на сегодня официально не зарегистрированы в Геральдическом совете при президенте России, а значит, попросту говоря, недействительны. Тем не менее, после вмешательства прокуратуры Волгограда, который указал руководству города-героя на эту коллизию, после неоднократного освещения редакции «Высоты 102» этой темы, изменений не произошло. Ни депутатский корпус, ни руководство города не комментирует ситуацию. Заслуженный художник России Владислав Коваль, автор многих гербов и флагов как в Волгоградской области, так и других регионов, называет Волгоград городом зеро, потому что он без символов, хотя особых затрат на это не требуется. Даже я предложил сейчас нашему главе города использовать даже еще демократичнее «Волгоград-Царицын», что это и есть город на Волге «Царицын», в скобках «Сталинград», даже ничего не меняя. Ну просто поставить в определенную топонимическую субординацию, и все будет оставаться на месте. Но только это можно делать без всяких вложений финансов, никаких референдумов, а просто исторически поставить имена города в нужном, в таком топонимическом грамотном порядке, чтобы мы назывались, как назывались, а от этого идет и символика. Исторический герб возвращается в Царицын. Город-герой Сталинград будет иметь ту же эмблему «Родина-мать зовет», которая будет символизировать, как флаг победы. Мы поднимаем дни торжества и уместно для этого, но не каждый день развивается над нашим городом, потому что он почетен, он праздничный, и он великий флаг, его нельзя забывать, поэтому он наравне с государственным поднимается в дни торжества. Но так и должно быть. Однако, то ли депутаты Волгоградской гордумы и глава города не услышали художника, то ли у них сегодня есть более важные дела. Во всяком случае, когда мы пытались связаться с господином Косолаповым, то в гордуме нам сказали, что он в отпуске. Так что, получить ответ на вопрос, когда у города появятся официальные символы, так и не удалось. Может, все беды нашего города как раз в отсутствии той самой невидимой основы, которая объединяет и дает надежду на будущее. До свидания.